Друзья, всем привет! Свеженькая серия дневника BMW прямо сейчас у нас начинается. Предыдущая выходила два месяца назад. Давайте я вам кратенько напомню. Практически год назад, 25 июня, я купил этот автомобиль 2016 года для того, чтобы покататься, понять, что же такое BMW на практике. Это 520 в М-пакете с задним приводом. В этой серии, несмотря на самоизоляцию, мы с вами прокатимся, потому что я оформил пропуск, мы съездим к моему товарищу, с которым вы уже, по идее, знакомы. У него точно такая же BMW, но 2015 года, и она изначально при покупке была прошита в 528. Я взял ее для того, чтобы прокатиться и понять, есть ли на деле разница по ощущениям после 520 и 528. Конечно, вы скажете, есть, но вот мне было интересно понять. В этой серии мы обсудим вопрос колес и резины. Также мы доедем до одного из наших товарищей, у которого 320. Посмотрим, что она из себя представляет и какие эмоции она вызовет сегодня, спустя несколько лет, когда появилась новая BMW 3 серия. В общем, всем тем, кому интересно BMW, я думаю, эта серия вам будет интересна и полезна. И мы начинаем ее прямо сейчас. Поехали! Первое, с чего мы начнем, это резина. На данный момент, 17 мая, я переобулся два месяца назад. Казалось бы, ну что здесь можно рассказать, шиномонтаж. Это ведь так все просто. Приехал, переобулся, уехал. Ребята, это просто караул какой-то. Вот эту информацию будет очень важно послушать всем тем, кто покупает немцев, мерседеса, BMW именно на Runflat. Объясню. Изначально я жаловался постоянно при покупке автомобиля, что на нем стояла штатная резина с технологией Runflat. В инстаграме канала я неоднократно эту тему обсуждал. Меня прям злило, что машину постоянно швыряет. Многие хвалят Runflat, мол, безопасно, я езжу, вопросов нет. Особенно хвалят те, кто проживает в Европе и посматривает наш русский ютубчик. В нашей стране, лично мое мнение, Runflat этот для наших дорог просто не нужен. Постоянно машину швыряет. Также отмечу, что я купил размер на разноширокие диски. Один и тот же, 245-45. Откатал зиму. Всем рекомендую. Вообще вопросов никаких не вызвало. Комфорт самый настоящий. Раз. Вчера я купил себе резину. Вот она. Моя прелесть стоит. Взял из себя очень хорошую резину. Michelin Pilot Sport. Ребята, комплект стоит 57 400 рублей. Факт в следующем. Вот в этой резине 85% реально резины. Она свежая, 2019 года. И факт в том, что когда вы ее сейчас берете, пальчиками поднимаешь, она очень легкая. Вот эта 245, а вот эта 275 потяжелее. Но если сравнить ее со штатным Runflat, это просто две пушинки. Когда я читал отзывы на том же самом Е-каталоге, постоянно все разнится. Одни все идеально, класс, за свои бабки. Это лучшая резина. Другие чем-то недовольны. Здесь важно понимать, что у нее есть разные модели. Это я говорю специально для тех, кто бывает оклазить, находит подешевле. Вроде бы Pilot Sport. Звонишь, а там какой-нибудь Pilot Super Sport. Более старая резина, там года 16-17, поэтому внимание обращайте. Они разноширокие, по идее покидывают, должно все равно в колее. Но мне прям хочется сравнить, как это будет в сравнении со штатным Runflat. Изначально посещали меня мысли о покупке 19-х или 20-х колес. Конечно же реплику. Ценник там на них, на 19-е, 20-е, ну примерно 70 тысяч рублей за 19-е, 55 за в сборе. Но там будет китайская резина, опять-таки реплика. Внешне все, конечно, смотрится очень круто, но на скорости, вот это отдельная история. И именно из-за комфорта потенциального, в кавычках, я побоялся брать реплику. В теплое время суток, вот сейчас, когда на улице там 15-20 градусов, я вам могу сделать честный независимый отзыв. Резина просто пушка. Хотя я находил за нее отзывы из серии хрень какая-то, подчеркиваю. Я ее не рекламирую, я вам просто делаю отзыв по резине. Резина реально достойная, она не дешевая, секундочку. Но, когда я посмотрел, все равно, вот так вот, покажи, пожалуйста, общим кадром машину. 18-е колеса, такие, знаешь, здесь, ну бублики, не то. Хочется чего-то побольше. Вот я вам предлагаю сейчас переместиться к моему товарищу, и посмотрим, как на его машине смотрятся 20-е колеса. Полетели. Переместиться переместились, снимал я с другом. Кадр выставили, машину красиво поставили, но микрофон я не включил. Но не в этом суть. Значит, смотрите, что я хотел показать. Это точно такая же 520-я, как моя, но на 20-х колесах. Машина, конечно, у него по стайлингу доделана, по мелким элементам. Так, например, вот я вам показываю, что там есть сплитер. Цена вопроса примерно 12-15 тысяч рублей от подобного сплитера. Но вид машине он сразу придает. Касаемо колес. Вот эти диски 20-е, это от компании WMR Performance. Оригинальные такие диски стоят 145 тысяч рублей. Резина у него стоит такая же, как у меня Michelin Pilot Sport 4. Колеса ему обошлись в сборе, можно сказать, примерно 240 тысяч рублей. То есть резина это примерно 80-90 тысяч рублей. Потому что сзади у него она идет 285-я по размеру. Тоже разноширокая. Выглядит это, конечно, очень круто. Но когда смотришь и слышишь сцены, что вот это вот практически четверть миллиона, думаешь, да уж не то, конечно, время, чтобы четверть миллиона тратить на колеса. Но все это покупалось еще в прошлом году. Вот резину, в частности, в этом году он купил. Ну вот посмотрите. Со стороны, да, сразу совсем другой вид. Особенно вот этот цвет автомобиля с графитовыми дисками очень круто сочетается. У него идет по кругу такая легкая тонировочка. Если машина еще покрыт керамикой, ну вообще совсем другой вид. И, конечно же, когда на все это смотришь и слышишь сцены, 250 тысяч практически за колеса в сборе 20-е для того, чтобы внешний вид был симпатичный. Ну многие скажут, да нахрен это надо, вообще зажрались. Отмечу, что диски, в частности, покупались в прошлом году. Как бы все это покупалось еще до того, как пошел вот этот кризис-вирус. Если посмотреть на подделки, они же реплики. Ну там 1070-90 за в сборе. Это при условии того, что это будет как раз 20-й размер колес. В общем, посмотрев на все это, взвесив, я понял то, что для себя под свои нужды идеальный вариант. Это лучше вот купить хорошую резину, потому что я катаюсь там по городу. Плюс немного трассы. 20-й, да, классно, выглядит эффектно. Но все-таки возраст, разум, не знаю, потихонечку берет свое. И все-таки я остановился на 18-х колесах. Ну и, конечно, друзья, как же можно пройти мимо его Акроповича? И здесь, как обычно, на вкус и цвет товарищей нет. Потому что есть те, кто разделяет его вкус, говорят, да неплохо смотрится. Его тачка что хочет, то и делает. А есть те, кто говорят, а что не 10 труп? Что это такое? Как ты смел себе позволить такое поставить на 520-ю? Тачки, это, конечно, все классно, но это действительно дорого. А есть более доступное средство для передвижения в городе. И то, что вы сейчас увидите, я это вам показываю не в шутку, а серьезно, друзья. Вот эти электросамокаты сейчас набирают просто бешеную популярность. В прошлом году мне подогнали вот этого товарища, Kuga M5. Вещь, ну, реально очень крутая. У него максимальный разгон 60 км в час. Запас хода 70 км. Он может вам светить фарк, а еще может вам посигналить. Он серьезная техника. Все те, кто скажут, налетишь в яму, разобьешься. Я такие ямы на нем налетал, никаких вопросов не происходит. Вещь серьезная. По глазам вижу, заинтересовались. Пойдемте, я вас сейчас быстренько по цене сориентирую и удивлю. Приятно и неприятно. Вот такой самокат, как у меня, это нифига не игрушка. Я с ним спускаюсь, например, в метро. Он складывается, доезжаю до центра, весь день там катаюсь по делам, просто прогуливаюсь. Еще потом на нем же из центра уезжаю домой. Мне хватает хода. Давайте посмотрим, сколько они стоят. Для этого мы с вами заходим на Е-каталог. И нас интересует, конечно же, только один раздел. Электросамокаты. Смотрите, выбор, конечно же, огромный. Вот если сейчас кто-то зайдет, он просто не поймет даже, какой смотреть. Я вам объясню. С правой стороны идут фильтры. Здесь можно выбрать под ребенка, подростковый, взрослый. Очень много выборов. Опять же, самокаты есть разные. Они сегодня есть настолько крутые, что некоторые из них стоят по 200, а то и 300 тысяч рублей. Я же вам хочу показать такой интересный пример. Я выставляю по конфигурации, по фильтру взрослые. Вот они, полетели. И они начинаются примерно по цене популярности. Смотрите, от 22 тысяч рублей. Но если мы посмотрим самые дешевые, там есть самокаты и за тысячу, и за две. Друзья, я вам скажу так, что нормальный самокат для взрослого человека, это скорее от 15, ну а еще лучше от 20 тысяч рублей. Я вам покажу такой пример. Но раз у нас вылетел первый Xiaomi, мы его сейчас сравним с тем M5, который есть у меня. Вот он, KUGA M5. Выставляем по галочкам сравнить. Давайте посмотрим, в чем их различия. Различия здесь, на самом деле, с одной стороны, элементарные. Естественно, по весу мой может удерживать гораздо больше. Мой рассчитан на большую дальность хода. У меня запас хода примерно 50 километров, но, в частности, на моей версии она более продвинутая. Там 70 километров. А вот этот самокат, он и по скорости, по максимальной может ехать всего 25 километров в час. А мой может ехать аж под 60 километров в час. Вот за это вы и платите. Вы также можете отслеживать динамику роста цен. Обратите внимание, что зимой эти самокаты, естественно, стоили дешевле. Был не сезон, сейчас начинается сезон, и цены сразу пошли в горочку. В общем, электросамокаты – вещь реально толковая. АЕ-каталог вам поможет сэкономить ваше время, деньги и совершить эту покупку с удовольствием. Ссылочки на них я оставляю в описании, а мы с вами едем дальше. Катаемся уже второй час. Колеса 20-е, стыки, которые проезжаем по городу, здесь разбитые прямо участки дороги. В сравнении с мягкостью на моей 18-е особо не почувствовать. Да, чувствуется, что это чуть пожестче, но в целом одинаково. По рулежке чувствуется, что колеса здоровые. Ну реально, вот это прям ощущается. По чипу, да, то, что это вот сшитое в 528-ю, реально ощущается. Ты прям садишься, прям газку прикасаешься, лапкой, блин. Она прям тут же начинает ехать. Для повседневного использования, для передвижения абсолютно разные автомобили. Если раньше я никогда не задумывался о чипе и сели нахрен он нужен, вот сейчас, даже вот просто в городе до 60-е, у меня ну прям совсем машина вялая. А здесь как бы ты едешь, вот мы допустим сейчас едем 40. Показываю. Раз. Ну сразу машина пошла. И самое интересное то, что в силу того, что резина хорошая, у нас дорогу она очень хорошо держит. То есть вот колейность идет, но ее не швыряют. У нас колеса разноширокие, сзади и вовсе стоит 285. В затяжной поворот заходим, вот вы видите, я обгон совершил по правилам. Никакого напряга нет абсолютно. Но тачка позволяет это сделать. Ты прям газу дал, она пошла. Я бы сейчас охеревал, потому что я заметил так, что у меня, например, если 0,60 газ в пол даешь, она еще едет. После 80 нажимаешь, она просто прям как вот пластилин тянется, тянется, тянется. Разгона не происходит вообще. Ну вот, живой пример. Участок дороги 60 километров газ в пол. Задержка просто, ну она еле-еле. Вот потом, потом только турбинка начинает дуть, начинаешь разгоняться. Ну вот так вот на 520 вот этой шитой, блин, ну она сразу срывается с места. Ну блин, слушай, совсем другая история. Оп, все, полетели, блин. Вот этой машине теперь только не хватает одного хороших тормозов. Потому что, блин, 2 литра сока, как многие говорят, пакет там молока. Но едет она совсем по-другому. Поэтому, честно, даже с одной стороны, зря я, конечно, сегодня прокатился на ней. Потому что мысли сразу появляются, надо бы чипануть. А вот по расходу топлива, у меня на машине расход примерно 10,3. У него 11,3 по компьютеру, вот я даже сравниваю. По трассе он, в основном, на ней не ездит. То есть, вот город передвигается. А по городу всегда там со светофорчика газу дашь. А по-другому как? Вот ты едешь даже, чуть притапливаешь, все, она пошла. А BMW, сами знаете, машины такие, которые подбивают на езду. А разница по моторам только в поршневой. Поэтому, друзья, кто задумывается о чипе, я тоже задумываюсь о чипе. Где бы интересно его сделать так, чтобы все было четко и грамотно. Здесь, конечно, нужно учитывать еще фактор колес. Хотя вот у него 20-е, он меня прям уверяет, что его диски будут легче, чем мои стоковые 18-е. Также мы выезжали на прямые участки дороги. Например, я стартовал с лаунча, то есть до 3000 оборотов поднимал, срывался. У него тачка, она просто пробуксовывает. Опять же, у него под капотом стоит коробочка дополнительная для чипа, с помощью которой мотор можно вообще надуть там буквально за считанные секунды комбинацией клавиш до 320 сил. На прошивке просто вот этой 528 условно, ну 6,5 она поедет. У меня там в лучшем случае, я в тот раз, мы с ним заезжали, я еле-еле выжил паспортный 7,9. И объясню, вот пример, иной раз едешь по городу где-то, вот там по МКАДу, например, вот нужно, например, ускоренно там разогнаться, перестроиться, едешь там 80. В пол нажимаешь, и такое ощущение, как вот мотор ну просто спит. Ты ему там, Саня, Саня, надо ехать, блин. Саня такой, а что, пока проснется, поедет. Здесь же на педальчику нажимаешь, машина уверенно срывается. А если нажимаешь на педаль в пол, она прям тут же начинает ехать. Конечно же, разницу я почувствовал. Вот я помню, что мы делали заезд, я это все снимал. Но вот когда покатаешься на стойке и пересядешь на шитую, сразу думаешь, блин, хочется сделать так же. Мы с вами перемещаемся дальше. Приехали к автомобилю BMW 3 серии 320-я. Полный привод M-пакет. Автомобиль нашего товарища. Покупал он его несколько лет назад по цене 2 миллиона 80 тысяч рублей за наличный расчет. Примерно такая цена была. На тот момент эти машины продавались в диапазоне 2-2-100. Вот реально можно было их забрать. Самое, что интересно, именно с этой трешки, вот в этом исполнении, началось мое знакомство с BMW с точки зрения того, что я захотел ее купить. Помните, я два года назад снимал на подобный автомобиль обзор, только он там был немного доработанный с точки зрения тюнинга. Ссылочку оставлю в описании. Я тогда купить ее себе не смог, но тем не менее, было достаточное количество людей, которые, узнав, что 2-2-100, начали разбирать. Вот стоя рядом с двумя этими автомобилями, сразу видно, да, вживое отличие. Вы скажете, слушай, Диман, ну что ты показываешь, пятерка и трешка, само собой разумеется. Не, нифига. Это все почувствуют те, кто владеет машинами, кто интересует, в частности, BMW. Вот так вживую, сейчас, если трешка откуда-то где-то будет выезжать из-за угла, человек возьмет, он не поймет, он то ли третья серия поехал, то ли пятая. Третья серия отличный вариант для молодежи. Очень часто люди задают вопросы, ну что взять-то пятерку, в силу тошно, большая. Большая она кажется только визуально. Я ростом метр восемьдесят шесть, если я сяду за руль, как, ну, под себя настрою, ты за мной будешь сидеть вот так вот стиснуто. И зачем сто раз говорить, что сзади мало места, когда можно один раз показать. Вот как езжу я. Соответственно, сидение назад, если я присаживаюсь в машину, да, сам за собой, то я сижу прям впритык. Вот обратите внимание, вот ноги. Но здесь вообще просто, если только вот ноги в разные стороны раскинуть. Жена же у меня в силу того, что она сейчас у меня беременная, скоро у меня будет ребеночек, она ездит и вовсе еще сильнее, откидывается назад, поэтому за ней не сядешь вообще. А те, кто ростом примерно метр, там, ну, до метра семьдесят пять, вам вот пятерка, будь здоровая, трешка вам тоже будет с головой. Вдвоем кататься, ну, просто кайф. Опять же, эта машина в силу того, что она не такая большая, реально она будет интереснее стоять на дороге. Моторчик два литра, ей будет с головой. А так, в целом, вот два автомобиля. По цене его примерно можно забрать на вторички. Ну, там, миллион пятьсот, миллион семьсот. Цены разные бывают. Все, что ниже, ребят, это отдельная история. Я называю за машины живые, там, трех-четырех лет. Вот такие вот хорошие экземплярчики. Владеет этим автомобилем человек, у которого до него была новая Toyota Camry. Он покатался на ней, там, буквально, может быть, год, а то и меньше. И принял решение, что хочет пересесть. Я сейчас сажусь в автомобиль прямо при вас. То есть, это у нас полный привод, бензиновая версия. Расход на автомобиле у него 11 литров по городу. Почеркиваю, спрашиваю, ну, что тебе после Camry? Машина провоцирует на активную езду. Говорит, на Toyota я так не ездил. В лучшем случае, это если куда-то выехал на трассу. Ростом он, ну, примерно, как я, может, чуть-чуть пониже. Но сажусь удобно мне в целом. И хочу сказать вам одно, что вот так вот, если вот эту часть сейчас отрубить, ты садишься, вот этот руль, вот то, что нужно парню именно для гоночки. Ну, серьезно, интерьер BMW, в любом случае, он сделан больше такой, ну, как-то знаешь, вот прям охота пульнуть, сразу поехать. Но когда мы переходим на правую часть, то вот здесь как раз начинается все то, о чем люди бывают говорят, типа, ну, это не BMW, ну, это слишком просто. Те, кто заелся, вам, возможно, будет слишком просто. Да, старый интерьер, я с вами полностью согласен. Если сравнивать, конечно, с новой трешкой, но мы не забывайте о том, что мы рассматриваем вторичку и с точки зрения экономии денег. Если так покупать, совсем другой разговор будет. В общем, вот эта машина идеальна для тех, кто хочет как раз-таки пульнуть. 320 она двухлитровая, то есть, так же можно чипануть, я думаю, там, секунд 5,5, она уже 100% впадет. Если пятерка-то едет, вот это примерно 5,5 точно, то это, я думаю, ну и в 5 секунд. А, точно. Мы же, когда снимали, там, человек вообще рассказывал, то, что она у него 4,9 едет, то есть, из 5 секунд выезжает. Поэтому, имейте в виду, машина интересная. Пробег на машине около 30 тысяч по состоянию, ну, вы можете видеть, там, что-то где-то затерто. Но, в целом, друзья, нормальное состояние. Скрип какие-то есть по машине, вот, ездишь? Панель чуть-чуть. Панель чуть-чуть, то есть, тут такие вещи. Опять же, обратите внимание, на панели маленький дисплей стоит. Стоит его заменить, это будет примерно, там, 40 тысяч рублей стоит. Здоровый дисплей, будет совсем другой вид. И эти машины очень можно дорого доработать. Вот мы, то, что снимали тачку, там, человек, там, чуть ли не 500 тысяч вложил. У него даже проекция по лобовому стеклу идет, то есть, там, можно доделать. Но, вот, сейчас начинает самое интересное. Вот, покажи, пожалуйста, просто, сколько места, ничего мы не двигали, да? Присаживайся сам за собой. Оп. Но, в силу того, что он чуть пониже, у него сидение вперед стоит. Ну, блин, слушай, достаточно места. Я бы сидел бы, я бы, может быть, сантиметра три бы назад отодвинул. Ну, то есть, вот так вот садишься, как ты раньше, когда, знаешь, не было возможности купить BMW, все время казалось, сказать, тесное, неудобное, ну, и нахер. Когда появилась возможность, сразу как-то и места стало достаточно. То есть, фиг его знает, то ли магия бренда, то ли просто, когда, знаешь, сам хочешь, уже начинаешь оправдывать, там, нормально, нормально пойдет. Ну, вот это зажигалка, однозначно. Конечно, если там рассмотреть версию типа 330, особенно сейчас по новым тачкам, пошла 330-я, трехлитровая, с дизельным мотором. Блин, ребята, вот это просто пушка. Если ее купить, щипануть, я даже боюсь представить, что это будет. Там тяга просто бешеная. Опачки, и нам подвалила удача. Друзья, смотрите, новая 520-я, полный привод М-пакет. Это то самое, о чем многие могли бы помещать, потому что этот мотор дизельный, двухлитровый. Человека купил в 2019 году машина свежая с пробегом 500 километров от официального дилера. Изначально она была оформлена на юрлицо. Он ее забрал за наличку, внимание, за 2 миллиона 500 тысяч рублей. Вот сейчас такой автомобиль новый у официального дилера будет стоить примерно 3 миллиона рублей. Ну, там, без номеров. С номерами, может, тысяч на 100 дешевле. Значит, разница какая? Дизельный мотор, ну, конечно же, и понадежнее будет, и тяга в городе поинтереснее. Хотя вот сейчас с ним общаемся, он говорит, ну, поначалу, когда сел, пересел, кстати, с Мазды 6, поначалу, вау, классно. Сейчас к мотору, естественно, привык чипануть, и так постоянно, в общем. Если даже купить 530-ю, я когда ездил вот неделю на ней, первые дни, вау, нифига себе, вот эта тяга, 620 крутящего момента. А потом привыкаешь и уже думаешь, блин, а ведь их еще и чиповать можно. По морде, конечно, отличается, то есть побольше стали ноздри, другой рисунок фар, чуть-чуть по-другому сделано, противотуманки. Но в целом, как бы, морда все то же самое, узнаваемая. По идее, в 2020 году должна быть новая пятерка, но когда она там будет и по каким ценам, неизвестно. Ну, и то же самое отличие сзади по фонарям, и один огромный плюс, на мой взгляд, потому что мне все-таки больше нравится, когда симметрия по выхлопным трубам идет, вот так вот смотришь, раз слева-справа, ну, симпатично выглядит. Хотя раньше это отличительная особенность была для 530-х. Очень часто спрашивают, ну, расскажи, как вот тебе после Мазды, после Тойоты Камри. Друзья, вот кто-то скажет, ну, это не объективно, это совсем другая марка, это премиальный сегмент, это все дороже. Объективно, вот так вот на вторичке, если смотреть, вы можете купить либо с пробегом BMW, либо купить новую там, либо Мазду, либо Камри. Опять же, Камри и вовсе сейчас стоит по 2,5 миллиона рублей. Вот давайте я вам объективно скажу, вспоминая Мазду 6, ту, что была у меня, шумка там просто даже не то, что 2 балла, там минус 5. Вот реально, в сравнении с BMW, шумки там нет вообще. Я поначалу-то всегда рассказывал то, что ехал, мне казалось то, что окна открыты на скорости свыше 100 километров, она вообще просто была лайка. Но при этом тачка идеально рулилась всегда, то есть 200 км там по автобану, едешь не напрягаешься. Здесь схожая история, то есть по управляемости. Едешь на большой скорости, машина просто идеально стоит, опять же, она тяжеленькая, развесовка хорошая. В общем, в плане управляемости вопросов ноль. К Тойоте Камри по управляемости здесь я, конечно, бы поспорил. Лично в моем случае 50-ка мне вообще не понравилась. То есть по городу катаешься, вопросов ноль. Бальяжно, очень мягко в целом машина шла, там колеса были 17-е. Но вот так на трассе выходишь, ну ее нахрен, ну до 160 свыше мне ехать никогда не хотелось. Это просто, ну не для нее. Хотя некоторые, я вижу, там носятся и 200, куда-то улетают на них. На Тойоте Камри была сделана дополнительная шумоизоляция. Сравнивая BMW на 18-х колесах без шумки, да, вот штатная, просто гораздо круче здесь шумоизоляция. Здесь до 100 км в час ты едешь просто с удовольствием. Я каждый раз, когда сажусь за руль, я постоянно от этого получаю удовольствие. Выходишь на трассу, 120-160, машина тихая. То есть весь шум, он прям поднимается, вот примерно после 160 км в час. Я боюсь представить, что будет из нее хорошенечко полностью зашумить. Если бы мне сейчас кто-то пришел бы там, допустим, из представителей сказал бы, вот давай там, бери себе новую Камри, либо Мазду. Нахрен не нужно. Честное слово, выбираю сейчас вторичку, хотя раньше, когда у меня была Мазда новая, я думал, зачем покупать вторичку, когда можно купить машину новую. Подчеркну, тогда я ее покупал за 1 270 000, сейчас такая же комплектация стоит, ну, примерно, наверное, 1 650 000. То есть цены выросли значительно. Вот, поэтому по оснащению в базовых версиях уже лично для меня есть все, что нужно. Кому не нравится тряпка, это М-пакет. В обычной версии бизнес, там тряпки не будет, там, ну, Германия. Вот прошло уже 10 месяцев, я проехал на машине примерно с момента покупки 17 000 км. Я от тачки просто кайфую. Вот, честное слово, влюбился, понравилась BMW. Для объективности отмечу, что когда мы берем на тест там какие-нибудь Audi A6, машина тоже понравилась. Очень сильно, очень круто стоит на дороге. По нафаршированности, это отдельная история, там и машина-то стоит 3,5-4 миллиона в заряженных комплектациях. Поэтому обязана она быть нафарширована. Но вот так как едет Audi, конечно, есть Audi вот свыше каких-то 200, когда вот так вот на автобане разогнаться. Там отдельная история, машина просто идеально стоит. Ну, действительно, вот, мне кажется, круче, чем BMW однозначно. Хаят те, у кого были куплены по низу рынка, у кого денег на содержание нету, кто ни хрена ничего с машиной делать не хочет, вы почитайте комментарии к предыдущему выпуску, где я рассказал, сколько я вложил денег на содержание машины. Там многие, ааа, ты переплатил там, ты переплатил здесь. Нормально, все заплатили, как положено. Езжу, получаю удовольствие, никаких ошибок, ничего не вылетает. Будем следить, что будет происходить с машиной дальше. Итак, пробег на машине чуть меньше 52 тысяч километров начинается лето. Я надеюсь, что поскорее снимут этот режим самоизоляции, чтобы мы могли свободно передвигаться, потому что, честное слово, в хорошую погоду хочется прям сесть за руль автомобиля, включить музычку и с удовольствием просто прокатиться по городу, потому что машина, ну, действительно, с удовольствием за рулем. Кайфую. Поэтому подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на инстаграм канала, там всегда выходят свежие новости. Пишите ваши вопросы, давайте ваши советы. Я на связи, до новых встреч, всем пока-пока.